Послание к евреям Если в 11 главе автор послания показал нам эту панораму героев веры, начиная от первых до людей его времени, которые оставили этот добрый след, подвиг веры, в 12 главе он призывает сегодняшнюю церковь посмотреть на это облако свидетелей и продолжать следовать этому доброму примеру, нести в будущие поколения эту живую веру, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. 13 глава является продолжением 12 главы, более автор показывает практическое дело веры, которое выражается уже в любви. Если вы помните, апостол Петр в послании своем, он говорит, итак, покажите в вере вашей, и там перечисляются добродетели, и заканчивается двумя, братолюби, а в братолюбии любовь. То есть от веры к любви, то есть вера, которая не проявляется в реальной любви, не является той верой, которая сегодня угодна Господу. Это может быть плод нашего ума, но живая вера в Бога, она всегда будет проявляться в конечном итоге в любви. Это очень важно понять. Итак, тема сегодня – «Let the love flow». Братолюбие, да, пребывает. Let the love flow. 13 глава, 1 стих. Братолюбие между вами, да, пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Братолюбие, брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Ибо Сам сказал, то есть Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Братолюбие между вами, да, пребывает. Интересно, что многие сегодняшние современные переводы Библии, вы не увидите за слово «братолюбие». Потому что сегодняшние переводчики Библии пытаются быть политически корректными людьми. И они пытаются быть как можно больше, они называют «инклусив». И везде, где в Писании стоит «братья», они добавили «сёстры» и много-много чего другого. Для того, чтобы нам понять вообще смысл слова «братолюбие», которое является любовью, мы должны понять отношение Христа к своим ученикам. Это есть «братолюбие». Здесь речь идёт не о любви к врагам, не о любви к миру, не о любви к людям, которые нуждающимся, голодным и многим-многим другим сегодня страждущим, которые живут в мире. Он говорит о «братолюбие», о людей, которые являются частью твоей духовной семьи. Когда Христос учил, и вдруг собралась масса людей, и ему доносят, приходит ему слово, ему говорят о том, что «слушай, твои братья, мать твоя находится извне. Может быть, ты сделаешь возможность, что они пройдут и займут какие-то почётные места». Он ясно сказал, что «кто исполняет волю Отца Моего, тот мне брат и сестра и мать». Когда мы говорим о «братолюбии», мы говорим о тех, кто являются братьями и сёстрами нашими по вере, имея Бога Отца. И то, что Владик сегодня говорил, как мы можем говорить, что мы любим Бога, которого не видим, если в том, в ком пребывает Бог в нашем брате, мы его ненавидим или не любим? Потому что наша любовь к Богу, она выражается всегда в братолюбии в первую очередь. «Не к людям мира сего, друзья мои, не к людям мира сего, а к нашим братьям по вере. И так делать будем добро всем, а наопатчикаму к своим по вере». Итак, кто говорит сегодня, что он любит всех в мире, но пренебрегает тем, кого Бог послал непосредственно в его жизнь, обманывает себя. И автор этого послания четко говорит, он говорит, итак, если вы находитесь в вере, то покажите вашу веру прежде всего через братолюбие. Как? Как наша вера проявляется через братолюбие? Какие конкретные шаги или практические шаги должны мы применять в нашей жизни для того, чтобы это было evident, то есть это было доказано? И он дальше говорит, о чем речь идет, в чем же проявляется братолюбие. Итак, первое, он говорит, страннолюбие не забывайте. Practice hospitality. Вы знаете, когда у нас сегодняшнее молодой поколение читает этот стих, они очень confused, они не знают, что это такое. Что такое странно, странники или странолюбие? Любить странных людей, наверное, да? Странники мы пришельцы. Что такое странники? Ну, пришельцы еще, но еще поздно. Но странники. Странствующие. Странные люди, да? Друзья мои, кого называли странниками в то время, когда писалось это послание? Это не бездомные люди, которые не имели дома и ходили с одного города в другой, потому что кто-то бы им дал бы место где-то переночевать. То есть забота о странниках – это была не забота о бездомных. Странниками были те люди, которые оставили свой дом во имя Царствия Божия и его правды и несли Слово Божие в места, где еще не было слышно. Это были люди, которые были посланы церковью для служения в других местах. И у них не было дома. Этими людьми были апостолы. И Христос им говорит, когда вы будете переходить из одного города в другой город, Он им говорил все, что им нужно делать. И они поэтому оставили свои дома и шли дальше для того, чтобы нести весь благую. Странниками были люди, которые проповедовали Евангелие и многие из них не имели своего дома. Помните, апостол Петр однажды Христу сказал, вот мы оставили все и домы свои, и что нам за это будет? Это не люди, которые ищут дома и у них нет дома. Это те, которые оставляют свой дом во имя Царства Божия и его правды. Друзья мои, но в то время принимать странника, такого человека, это было небезопасно. Почему? Потому что эти люди часто были гонимы массой людей. И часто к тем людям, когда апостол Павел приходил и кто принимал его в дом, потом к тем людям тоже требования соответственно выдвигали, и они подвергали свою жизнь опасности. Поэтому принять человека дома, это не просто принять с ним чай, попить, посидеть, поговорить на какие-то бытовые темы, это подвергнуть подвергнуть свою семью себя самого опасности, потому что ты, как говорится, associate with that person. А, и ты с ним, и ты такой же, как он. Поэтому Петр сказал, ну-ну-ну, я его не знаю. И Писание говорит, не бойтесь этих людей, которые другие изгоняют, принимайте их в свой дом, оказывайте им попечение, давайте им возможность где переночевать. окажите им заботу, в которой они нуждаются. А с этим самым вместе и разделите, возможно, и ту участь, которую они будут нести. Вы помните, что произошло? И дальше вы посмотрите, что говорит, через него, через это странолюбие, некоторые не знали, которые оказали гостеприимство ангелом. И мы знаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что однажды, когда, помните, три человека пришли к Аврааму, да, и Авраам все сделал для них, он знал, говорит, что это что-то необычное, эти посетители, это особые какие-то люди. Он поклонился, он приготовил им откормленного теленка, все-все-все-все-все, быстро собрал, все сделал. Авраам так не всех встречал. Знаете, вот эти странники, которые, их с порога видно, что это Божий человек. И поэтому он сделал абсолютно все. И эти люди что ему сказали? Следующий год мы придем, и у твоей жены будет ребенок. Сара рассмеялась. Эти странники, эти люди, Божьи люди, они несут Божье Слово в нашу жизнь. И поэтому, принимая странников, мы благословляем свою жизнь. То есть, вас скажут сегодня, ну, мы живем в Америке, где эти странники? У всех дома, чем больше, иногда у некоторых смотришь на некоторых проповедников, у них такие виллы стоят, что там ты со своей квартиркой ничего, вообще ничего не можешь близкого сделать, чтобы встретить их, как Авраам встретил, да? Друзья мои, но во многих местах земли сегодня, нашей земли, где мы живем, по всему миру есть люди, которые находятся в изгнании. Я не знаю, что ждет нашу страну через 10-20 лет. Но уже сегодня люди, которые, бывают, часто ассоциируют себя с той или иной даже организацией в этой стране, подвергаются тому, что их увольняют с работы. А, ты Focus on the Family когда-то давал пожертвования, да, давал пожертвования, которые защищают интересы семьи в нашей стране, значит, ты не можешь иметь эту работу больше. То есть, ты их не в свой дом принимаешь, ты просто им даже чек выписал, ты просто поддерживаешь их работу, которую они делают, без того, чтобы открыть двери своего дома для них. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы с вами, хотя мы, знаете, и воспитываем сегодня и наших детей, я в одну семью зашел, говорю, у них трое детей, он говорит, мне нужно четырехкомнатный дом, ну, зачем, ну, вот мама, папа, трое детей, я говорю, а гостям, ну, еще гостям одну комнату, то есть, огромный еще дом строят, каким образом, чтобы у каждого ребенка была своя спальня, культура, в которой мы живем. Скажите, а много сегодня людей формируют гостеприимство в своих детей, когда они отдают свою спальню семье, может быть, миссионеров, которые приезжают в эту страну, я смотрю, когда миссионеры снимают какие-то гостиницы, думаю, ну, почему, столько же верующих людей живут в городе, столько верующих людей, почему мы не хотим принять в свой дом благословение, вы знаете, всегда с этим связан дискомфорт, во времена, когда мы были детьми, я помню, что значит принимать людей в свой дом или в свою квартиру, у нас была однокомнатная по нынешним меркам квартира, и если приезжали люди к нам ночевать, это означает, что мы должны были ночевать на кухне или в туалете, у нас другого места не было, потому что в одной комнате мама с папой спали, и был небольшой зал, все, больше ничего не было, и поэтому, когда мама с папой говорили, к нам гости едут, забудь про общий зал, где ты спишь, забудь про свою кровать, забудь про все, что у тебя не будет стола, где уроки учить, и интересно, и воспитывали, знаете, нас, чтобы мы радовались тому, что гости приезжают, мама четыре доски на ванну сложила, сложенные вместе, и вот один на ванне спит, новая кровать, матрасик скинули, кто-то на кухне прилег, и, друзья мои, и ничего не было, никакой проблемы не было, но я помню, сколько эти люди, которых мы принимали, эти люди были часто на нелегальном положении, их искали органы власти для того, чтобы в тюрьму положить, и они с нами ночами беседовали, а, Господи, они молились о нас, они благословляли нашу жизнь, да, эти люди приносили какой-то дискомфорт в нашу жизнь, потому что мы, так сказать, не имели больше той свободы, которую имели до этого, но я глубоко верю, что сегодня от того, что наши родители имели вот это, братолюбие, это благословение, которое они принесли в нашу жизнь, этих людей уже нет, они ушли, они с Господом, оно до сих пор пребывает на нас, поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня, живя в этой стране, помнили, что, возможно, у нас нет тех возможностей или тех даже людей, которые мы хотели бы, но готовьте свое сердце, чтобы оно было открытым всегда для этого, и в какой-то момент Бог и может и в вашу жизнь отправит ангела, который хочет принести благословение, нужно будет открыть, дать возможность, а иногда бывает Бог направляет этих людей, а мы too busy, мы слишком заняты, Второй момент, как апостол пытается нам донести, как мы можем практиковать братолюбие, это третий стих, помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле, remember the afflicted ones, которые находятся в страдании, помните узников, сегодня эту цитату можно увидеть людей, которые посещают тюрьмы, лагеря в Америке, не об этом речь идет, помните тех, которые являются вашими братьями и за веру во Христа находятся в тюрьмах и лагерях, помните о них, а что значит помнить? Что значит помнить? Ну вот ты сидишь на скамейке и вспомнил, да, я вспомнил, вот мой брат по вере сегодня находится в тюрьме, и пошел дальше своими делами заниматься. Что значит помнить? А ведь, в принципе, то, что мы сегодня с вами будем делать по отношению вечерей, это тоже воспоминание, да? Сие творите в мое, Христос сказал, воспоминание. Каждый раз, когда вы будете вспоминать обо мне, творите вот это. и так, когда вы будете помнить меня, участвуете. И что происходит, когда это происходит в нашей жизни, участие в вечере? Наше сердце ищет очищение, освящение, да? Мы проходим через исповедание, мы понимаем, что мы, если живем в каком-то грехе, мы не можем в этой святыне участвовать. То есть, помнить о Христе, это приводить в свою жизнь определенный порядок, чтобы она гармонировала с тем, что мы будем на самом деле делать. Писание нам говорит, помните узников. С одной стороны, друзья мои, мы помним узников каким образом? Что эти люди, которые находятся сегодня в тюрьме, в других лагерях или страданиях за веру в Христа, они платят цену за то, чтобы другим, возможно, у других была свобода. Вы знаете, это мое глубокое убеждение. Большинство верующих сегодня здесь, которые находятся в этой стране, приехавшие из бывшего Советского Союза, у вас привилегия быть в этой стране, потому что тысячи наших братьев и сестер в тюрьмах заплатили за эту цену. Мы думаем, что Рейган открыл двери. ноу. Что Горбачев такой хороший и дал нам возможность сюда приехать. Ноу. Вся система государства, в котором мы жили, вся рухнула. Такое короткое время, что никто даже ожидать не мог. Друзья мои, цена была уплачена сполна. Я просто вам цифру одну приведу. С 61-го года. Мы не говорим про сталинские времена. С 61-го года до 91-го года. 30 лет, когда все наши узники, братья и сестры, были освобожены из тюрьм. Вы знаете, сколько совместно или коллектив, сколько вместе общий срок наши братья и сестры отсидели в Советском Союзе? Больше 10 тысяч лет. Больше 10 тысяч лет по тюрьмам и лагерям. Автор говорит, помните узников. Помните тех, кто платит цену. Мы сегодня будем вспоминать Христа. Почему? Помните, потому что мы вспоминаем цену, которую Он заплатил за нас. Мы сегодня благодарны тем, которые платили цену, которые пошли по следам Христа, стали апостолами, которые скитались, которых весь мир был недостоин, но они были гонимы, преследуемы и отдали свою жизнь за Христа. Сколько только апостол Павел по тюрьмам и лагерям был, он говорит, помните, не стыдись меня, узника. Пусть тебе будет не стыдно, он пишет Тимофею, пишет Титу, что я в глазах мира сего являюсь криминалом. Помни, молодой Тимофей, что ты сегодня имеешь право и привилегию быть тем, кем ты являешься, благодаря той цене, которую я сегодня плачу. я бы хотел, чтобы мы ценили, дорожили и помнили тех, которые прошли перед нами и тем, кому еще предстоит эту цену платить. Это есть братолюбие. И страждущих, как и сами находитесь в теле. Друзья мои, страждущих, очень много и очень разных. Но когда наши братья и сестры находятся в страдании, автор призывает нас не забывать про них. Потому что вы тоже и я находимся в теле. Это что значит? Что скоро и ваша и моя храмина будет тоже потихонечку разваливаться. И вам и мне тоже придется проходить через это. Придется встречаться с различными болезнями, трудностями, переживаниями. Поэтому не забывайте пожалуйста их. Третий момент. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Honor your marriage covenant. Оказывается, братолюбие, друзья мои, лучше всего проявляется в нашем семейном завете. Вы знаете, что самая прекрасная иллюстрация того, насколько у человека есть Божья любовь и как он движим, это как он относится к тем, которые находятся прежде всего ближе к нему. Муж по отношению жены, жена по отношению мужа. Недаром говорят, что самый большой подарок, который родители могут оставить своим детям, это свои взаимоотношения, любви друг с другом. И автор говорит этого послания, смотрите, если вы хотите на деле проявить свою веру через братолюбие, стройте свою семейную жизнь так, чтобы она была примером, что ваш marriage или ваша семья это дело чести. честь, честь, что мой брак является делом чести для меня. Он должен быть чист и он должен быть непорочен. Вы знаете, можно очень много в мире добрых дел делать. Очень много. Но Писание нам говорит ясно, кто о домашних своих не радеет, тот отрекся от веры и хуже неверного. Истинное проявление любви, которое оставил для нас Христос в пример, в первую очередь должна отождествляться в нашей семье. Друзья мои, что такое Вечеря Господня? Христос сказал, вы хлеб. Хлеб это тело мое. Тело мое это мы. Мы тело Христово. Он глава. И в этой вечерии мы видим, что в один прекрасный момент будет это соединение кого? Христа как главы со своим телом, которое является невестой. Это будет брак этого Агнца. И поэтому, когда мы сегодня будем вкушать, друзья мои, мы должны понимать, с кем мы будем соединены в одно. Он свят, и к нему ничего, нечистое не может приблизиться. И он говорит, я хочу, чтобы ты был свят, потому что ничто преданное мерзости без пятна или с пятном или пороком оно не сможет соединиться с ним, будучи святым. И в этом плане Господь видит нас с нашими проблемами, трудностями, с нашими падениями, с нашими грехами. Он видит нас, Он понимает, что мы несовершенны. И когда мы приходим к столу благодати Господней, моему Господи говорит, я недостоин, прости, помилуй меня. Господь прощает, Господь покрывает своей любовью наши грехи, наши беззакония. И что и происходит вот это соединение. Пока мы еще не там, пока в теле здесь находимся, но однажды наша душа, наше тело, оно разъединится, прах уйдет в прах, а дух наш попадет к Господу. Мы получим новое тело и соединимся с ним, и будем одно навеки и навсегда. почему это очень важно нас помнить, насколько свят этот брак будет, насколько нам сегодня нужно берегать наш союз любви, который у нас есть друг с другом, с женой, с мужем и как результат дети, которые есть в семье. Пусть Господь благословит нас в этом. И последнее. имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо Бог сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Express your contempt with through thanksgiving, express your satisfaction, your gratitude through thanksgiving. имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Знаете, мы живем в стране, где очень сложно человеку сказать для меня этого достаточно. Не так ли? enough. Нет, not enough. Давайте еще. Ну ладно, вот это еще. Окей, давай еще. А другое что-то сделал больше еще. Имейте нрав несребролюбивый. Что значит нрав серебролюбивый? Серебролюбие слово переводится как love of money. Друзья мои, ничто не разрушает отношения между людьми очень часто является огромной причиной разрушения отношений. Это love of money. Когда эти временные вещи становятся идолом, которому люди поклоняются, которому стремятся и приносят в жертву вечные ценности. не имейте этого нрава. Почему? Потому что Христос сказал, вы не сможете служить двум господам, вы не сможете любить брата своего и в то же самое время любить деньги. Потому что либо вы будете деньги, которые у вас есть, использовать для братской любви, либо будете использовать брата своего для любви к деньгам. Вы слышите? Если у меня в приоритете это деньги, 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 то люди, которые вокруг меня, это возможность каким образом обогатиться. А что я буду с него иметь? если ничего, зачем мне в гости вообще приглашать? Окей, а вот с него я могу что-то иметь? Вот мне нужно как-то поближе там быть. То есть, потому что есть любовь к деньгам и отношения строятся на этом главное. Поэтому все эти остальные приглашения и общения, они это второстепенные вещи. Важно, что я с этого в себе буду иметь. с другой стороны, мы понимаем, что нам всем нужно серебро, нам нужны средства, потому что без них мы не можем жить. Но, друзья мои, приоритет это отношение к моему брату. И то, что мы имеем в материальном плане, должно быть чем? Как возможностью или инструментом для выражения моей любви к моему брату. то есть то, чем меня Бог материально благословляет, должно быть служить для того, чтобы я мог выразить через это любовь к своему брату. Почему это очень важно довольствоваться тем, что у нас есть? Вы замечали, наверное, или видели людей немало, которые находятся в погоне за материальным. Кто желает обогащаться, что происходит, впадают в различные сети. И, как Соломон говорит, и птичка это богатство сделает крылья и улетит. И в один прекрасный день ты останешься без ничего. На неделе я разговаривал с друзьями своими. Они работают очень богатого человека, одного российского миллиардера в Америке. И он говорит, ты знаешь, я смотрю на это все и вижу, какая несчастная жизнь начинается. вся жизнь была построена на деньгах. Сегодня человек находится в таком запое, что он даже не может выйти нормально в люди. Друзья мои, почему нам Писание говорит об этом? Почему? Потому что Писание говорит очень ясно, что корень всех зол и что? Серебролюбие. Мы не сможем практиковать Божью любовь, если у нас фокус наш. Я хочу быть миллионером. И я буду идти к этой цели, потому что идя к этой цели, мы будем идти по душам и сердцам других людей. Господь может благословить дело ваших рук и дать вам, как он давал многим людям благо, которое вы даже и не мечтали. Это в его власть. Но пусть доминирующим и главным фактором будет вопрос Господи тем, что ты мне даешь, как я могу послужить этим царству твоему и церкви твоей святой на земле. Я хотел бы закончить словами, которым заканчивает автор этого послания шестой стих «И потому мы смело говорим Господь мне помощник, я не убоюсь, что сделает мне человек». Господь мне помощник, я не убоюсь того, что сделает мне человек. Друзья мои, сегодня, когда мы будем участвовать в вечере Господней, я хочу, чтобы сердца наши были открыты к братолюбию. Я понимаю, что намного тяжелее любить тех, кто сидят с нами на скамейках в воскресное служение, чем тех, которых мы никогда не видели, живущих в Африке. Их любить легче. Мы их не знаем. они никогда на ноги не наступают. Нам легче отправить туда 20 долларов и чувствовать себя, что мы что-то великое, прекрасное сделали. Но любить тем, рядом с вами находятся, тех довольно-таки не как всегда, возможно, правильные слова говорят в ваш адрес. или возможно, где-то можно быть обижают иногда вас. И заботиться о них, проявлять братолюбие, это и есть тест нашей живой веры нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь поможет вам, чтобы наша вера была не просто сбор каких-то доктрин, в которых мы поверили. Вот символ веры, и я повторяю, я верю, я верю, я верю. Это прекрасно. Друзья мои, но в конечном итоге вера всегда проявляется в делах любви. Всегда. Потому что если ты не любишь, то ты не познал Бога, потому что Бог есть. Любовь. Итак, братолюбие среди вас да пребывает. Пускай любовь не знает границ, и через вас любовь Божья, как река, течет и напаяет тех, кто находится прежде всего, ближе всего к вам. Через странолюбие, через заботу о тех, которые сегодня находятся в страданиях, через попечение о тех, которые, возможно, сегодня имеют болезни, нужды какие-то, через ваш брак, жизнь и ваши отношения в семье и через ваш благодарный дух за то, что вы довольны тем, что у вас есть на сегодняшний день. и этим служите Господу. Это благословит нас Господь. . Немного Немного . Продолжение следует...